Всем привет! Это видео будет полезно для того, кто собрался покупать дом или участок под строительство дома. И на вопросы мне сегодня отвечает Безруков Анатолий Михайлович. Поехали! Давайте сейчас поговорим о том, как все проверять. Вопрос номер один. Какие документы на участок дом необходимо проверить перед покупкой дома или земельного участка? Давайте так. Мы пройдемся, наверное, по минимальному списку, который необходимо проверять. Потому что в зависимости от ситуации, кто продает, в каких обстоятельствах продает, список может варьироваться. Но самое основное мы попробуем проговорить. Ну, первое, это, конечно, правоустанавливающие документы. Это те документы, на основании которых продавец может сказать «Это мое, и я имею право это продавать». Это договор или иной документ, на основании которого у него появился этот объект. Банальный договор купли-продажи, если он покупал его у кого-то. Или это договор на постройку дома, если он его строил самостоятельно. Или это свидетельство о праве на наследство, если ему досталось от тетушки или дядюшки, или еще кого-то это имущество в наследство. То есть вот это правоустанавливающий документ. И плюс, конечно, этого документа самого по себе недостаточно, потому что право собственности у продавца должно быть зарегистрировано. Поэтому нужно смотреть, во-первых, свидетельство о государственной регистрации. Ну, до последнего времени в бумаге его выдавали, сейчас не выдают. И нужно обязательно брать свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Причем, ну, я бы не доверялся той выписке, которую вам даст продавец. Я бы сам заказал. Это сделать может любой человек, не выходя из комнаты, что называется. Просто, чтобы удостовериться в государственных органах, что действительно такой объект существует, что право собственности на него зарегистрировано именно за этим человеком, ну, или организацией, в зависимости от того, кто вам продает объект. И что отсутствуют ограничения обременения в отношении этого объекта. Потому что вполне может быть так, что вам этот объект хотят продать, взять у вас может быть какой-то задаток, но при этом существует, ну, например, какой-то судебный спор в отношении этого объекта. И суд, или судебный пристав наложил на этот объект арест, который препятствует продаже То есть фактически это мошенничество? Но это обман? То есть человек знает, что он дом не продаст? Я бы, видимо, в силу профессиональной какой-то деформации не был столь категоричен сразу же обман Ну, может быть, он и не знает о том, что этот арест наложен Бывали ситуации, когда для продавца для самого становилось сюрпризом, что оказывается на его дом наложен арест Он кому-то там давным-давно задолжал сумму денег, забыл об этом, думая, что никто с него этих денег не попросит А параллельно проходило какое-то судебное разбирательство, и судебный пристав буквально вчера, например, наложил арест на его дом Возможно такая ситуация? Вполне возможно Обман это, ну, наверное, мы не будем говорить здесь и сейчас, что это именно обман Но, по крайней мере, ситуация, когда вам предлагают купить, а по факту вы это купить не можете Ну, то есть, зарегистрировать право собственности у вас не получится Такие ситуации возможны, конечно Хорошо, тогда что еще нужно проверять? Помимо документов правоустанавливающих, ну, документы на земельный участок, естественно, нужно посмотреть Причем, это уже немножко мы уходим в сторону от проверки документов, но одно связано с другим неразрывно По-хорошему бы убедиться, что границы фактически земельного участка, они совпадают с тем, что в документах Если вы приходите, вам показывают и предлагают приобрести красивый участок с ландшафтным дизайном С кучей построек хозяйственных, огороженный таким мощным, хорошим забором А когда мы смотрим в документы, мы выясняем, что треть этого земельного участка фактического, да, она на самом деле вам не принадлежит Я знаю много таких историй, когда покупается земельный участок, например, 15 соток Хозяевам дома кажется маловато, и они договариваются с товариществом, ну, там, с местным управлением Прирезать соточек 5 от леса, то есть заборчик перенести, но фактически это незаконно получается И когда вы приобретаете этот участок, то есть вот эта земля не принадлежит вам Нет, при определенных условиях ее можно будет себе приобрести, но, во-первых, она не должна составлять большую часть от площади земельного участка Во-вторых, вы должны открыто, непрерывно и явно владеть вот этим пререзанным кусочком, ну, ни много ни мало 15 лет И вот по истечении этих 15 лет можно будет через суд получить право собственности Но это мы опять же говорим... Но это экзотическая история таких случаев Но мы опять же говорим про чистоту сделки Понятно, что можно купить и с пререзанным участком, по документам может быть... И надеяться, что все будет хорошо Да, а по факту там больше, можно и так Но главное, чтобы вы были к этому готовы и были в курсе происходящего Есть еще какие-то документы? Ну, еще пару слов про документы на землю Потому что из них мы увидим не только фактическую площадь земельного участка и место его нахождения Но мы поймем ограничения, которые есть Ведь нам нужно понимать, может быть, это домик у речки, а там водоохранная зона и ничего строить нельзя А может быть, он рядом с еще какими-то объектами, которые ограничивают возможность застройки Может быть, там линии электропередач какие-то мощные проходят Или шахта пусковая, баллистическая ракета Ну, наверное, и дом вот так стартует, да? Вверх вместе с ракетой, не дай бог Мы же говорим сейчас про документы, которые у продавца мы просим Да, мы решили купить дом или участок И какие документы нужно проверять, чтобы быть спокойным, что все хорошо Ну, мы упомянули правоустанавливающие документы на дом Мы упомянули земельный участок, документы на него Ну, банально давайте не забывать Может быть, это покажется очевидным Но, тем не менее, все-таки документы самого продавца Нужно посмотреть, а тот ли это человек, который продает вам дом А особенно, когда вы приобретаете у организации, ну, застройщика, еще у кого-то Слушайте, я столько нового узнаю Нужно проверить, оказывается, еще и тот ли это человек Мне даже в голову такой прийти не могло Что это может быть вообще не тот человек Обалдеть Но это не частый случай, но мы же хотим быть уверены в судьбе своих денег Слушайте, у меня на памяти один мой клиент, которому мы делали дизайн Он покупал дом за 50 миллионов Это было до 2014 года, до кризиса За 50 миллионов Полтора миллиона Полтора миллиона долларов Так вот, наверное, покупая такой дом, надо убедиться В том, что все хорошо Безусловно Даже покупая дом за 5 миллионов Ну, 10 раз дешевле Это 5 миллионов, ребята И надо убедиться, что там все хорошо Мне так кажется А оказывается, столько нюансов Ну, когда мы говорим о документах продавца Речь ведь не только о том, не вклеил ли он свою фотографию в чужой паспорт Да, и выдает себя за другого человека Ну, мы банально можем увидеть из его документов Есть ли у него жена, есть ли у него дети Эту информацию тоже нужно запросить Потому что это влияет на объект Я помню из начала разговора То есть может оказаться, что этот человек в процессе развода с женой И они просто банально делят имущество Да, да И может получиться так, что... По иску жены имущество могут попытаться у вас забрать Может и не заберут, но проблем вы хлебнете Это неприятная ситуация Это куча времени потратится Это, возможно, их денег Это судебные какие-то иски Куда-то ходить надо прием Если вам продают дом по доверенности Ну, не сам собственник, а кто-то другой Ну, очень хорошо было бы все-таки на живого собственника посмотреть И убедиться в том, что он есть, что он адекватен Что он в себе Потому что, ну, всякие случаи бывают Конечно, больше это касается, наверное, рынка недорогой вторички квартир Да, ну и домами такая история может быть Особенно, когда вы покупаете земельный участок Ну, с каким-то стареньким домом В надежде потом сделать там все красиво и построить все новое А этим домом владели раньше, ну, семейство какое-то С непонятных еще времен И само семейство не очень понятное Поэтому, да, конечно, нужно посмотреть на самого продавца Если вы покупаете у организации Значит, нужно удостовериться, что тот, кто вам это продает У него доверенность оформлена надлежащим образом Что эту доверенность подписал действительно директор этой организации Ну, вот такие нюансы Столько нюансов Я уже запутался, честно говоря Нужно столько всего проверить Продает ли тебе собственник Продает ли тебе по доверенности от собственника кто-то Не разводится ли собственник Нет ли у него наследников Нет ли у него бабушки, дедушки, которые где-то там, где-то живут и тоже претендуют на это наследство Это какой-то кошмар, Анатолий Может быть, существует какой-то список документов, которые нужно проверить Ну, вот такой чек-листок Чик-чик, вот мы это проверили, это запросили, вот это узнали Вот есть ли такое? Вы ведь наверняка идете по какому-то списку? От ситуации к ситуации Но самые основные документы, конечно, можно перечислить Я думаю, что мы ссылку на эти документы дадим Их можно, да, будет прямо дать нашим зрителям? Да, да, это не проблема Друзья, Анатолий Михайлович и его компания нам предоставят список этих документов Я их оставлю в ссылке в описании Поэтому переходите туда, скачивайте Для вас будет список этих документов, которые необходимо проверять, чтобы была чистота сделки Но лучше все-таки, конечно, обратиться к юристу Я правильно понимаю? Безусловно Потому что в какой-то момент можно все-таки, наверное... Ну, есть масса тонкостей, нюансов И в зависимости от того, что в этих документах Вы же проверите, есть они или нет Да А что в них написано И правильно ли это написано И не противоречит ли это закону Ну, наверное, лучше обратиться к специалистам Но, так или иначе, в описании, там внизу будет ссылка Переходите и скачивайте список документов, необходимых для проверки Перед тем, как отнести свои денежки продавцу Он уже там Он уже там Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...